Мир вам, сестры и братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Закон Духа Жизни. Что это такое? Закон. Это закон, друзья. Это не как писанный закон или конституция, а закон Духа Жизни, как закон природы, который можно использовать, но изменить нельзя. Посмотрим в контракте освобождения. Закон Духа Жизни нас освободил. Зачем нам нужно освобождение? От чего? От закона греха и смерти. В законе Духа Жизни теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Теперь оправдание пред Богом – это когда мы живем по ведению Духа Святого. Это и есть праведность, святость, которую дал нам Бог. Закон Духа – это оправдание перед Богом, не законом, а верой. А живешь тем, что говорит тебе Дух Святой, а не буква закона. И Дух Божий приведет тебя в то место, где Бог предназначил для тебя. И исполняется воля Божья для твоей жизни. Закон Духа Жизни. Здесь нужно посмотреть в контрасте освобождения. Закон Духа Жизни нас освободил. Зачем нам нужно освобождение? От чего? От закона греха и смерти. Закон греха и смерти, который также невозможно человеку самому преодолеть. Человек сам не может не грешить, даже если он сильно хочет. Не может преодолеть ту внутреннюю силу, которая ломает чувства, мысли, желания, волю человека и заставляет делать грех. И этому закону не может противиться все человечество. Павел написал, что наше тело, оно ослаблено болезнью, это плоть. И человек сам не в состоянии перебороть плоть и становится рабом греха. Человек разумом понимает, что то, что написал Бог, хорошо и хочет жить так, как Отец Небесный говорит, но не может. Это закон греха и смерти. Человек не в состоянии самоправдаться пред Богом в своих делах, жизни. Это хорошо описано в 7 главе послания к римлянам, особенно 2 половина. И вот от этого закона греха Бог нас и освободил. Итак, нет ныне никакого осуждения во Христе Иисусе. Бог дал выход, это Иисус Христос. Все, кто приходит верой к Богу, в Иисуса Христа, в то, что Он сделал для нас на кресте, был распят, наказан вместо нас, похоронен, но на третий день воскрес. И с этой верой мы приходим к Богу. Бог, видя наше искреннее покаяние и веру, принимает нас, очищает нас от всякого греха, который был сделан и дает, исполняет нас Духом Божьим. И помните, как и апостола Петра в 9 главе книги Деяния. И нет никакого осуждения. Итак, ныне нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Послание к Римлянам 8 глава с 1 по 3 стих. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Все заключается в оправдании перед Богом. Нет осуждения. Бог нас не осуждает, даже если мы совершаем ошибки и делаем грех. Если мы согрешаем, Бог это считает ошибкой, но не окончательным грехом. Бог нас считает Своими детьми. За это оправдание и понес Иисус Христос осуждение на кресте вместо нас. Бог на кресте вместо нас наказал грех и очистил нас от нашего греха. И на это чистое место дал нам Духа Святого. Оправдание не в исполнении буквы закона. Теперь для оправдания освящения пред Богом нам не нужно исполнять буквы закона, а нужно искать и слушать, что нам говорит Дух Святой. Для этого Он и пришел. Теперь оправдание перед Богом – это тогда, когда мы живем по видению Духа Святого. И это и есть праведность, святость, которую дал нам Бог. Прочитаем послание к римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон Духа и жизни. Друзья, когда мы пришли к Богу с искренней молитвой и покаяния, Бог нас исполнил Духом Святым. Когда Иисус Христос был на пасхальной вечере с учениками, Он сказал в Евангелии от Иоанна 14, глава стихи 16 по 18. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это Евангелие от Иоанна 14, глава 16 по 18 стих. «Теперь Дух Святой на земле, и Он пребывает с нами. Теперь Он нас ведет по жизни. Он нас вводит в новую жизнь, жизнь с Богом. Он нас освободил от закона греха и смерти. Присутствует в нас, а это не всегда легко. Так, друзья? Он нас освящает, очищает нашу жизнь от всего ненужного и греховного. Ведет по жизни, помогает в повседневной жизни, служении, семье, работе. Свидетельствует нам и окружающим. А в конце времен еще и воскресится всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте. Дух Святой дает нам дары для служения Церкви, и это сверхъестественные дары. То есть меняется полностью жизнь и начинается абсолютно новая жизнь под ведением Духа Святого. Освящает. Он нас готовит к встрече с Отцом Небесным. Готовит и знакомит с жизнью в Царстве Божьем. Закон Духа Жизни Это оправдание перед Богом не законом, а верой. А живешь тем, что говорит тебе Дух Святой, а не буква закона. И Дух Божий приведет тебя в то место, где Бог предназначил для тебя, и исполнится воля Божия для твоей жизни. Чтобы жить в законе Духа Жизни, нужно прийти к Богу с верой в Иисуса Христа и жить по Духу, искать, строить взаимоотношения с Духом Святым, который готов тебе во всем помочь. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.